Послание к римлянам Восьмая глава И мы будем читать С восемнадцатого стиха И до конца главы Да, это довольно длинный фрагмент Но он великолепен И потом сделаем Несколько наблюдений по поводу этого фрагмента Ибо думаю, что Нынешние временные страдания Ничего не стоят Сравнение с той славой, которая откроется в нас Ибо тварь с надеждой Ожидает откровения сынов Божиих Потому что тварь покорилась суете Не добровольно Но по воле покорившего ее В надежде, что и сама тварь Освобождена будет от рабства Тлению В свободу славы детей Божиих Ибо знаем, что вся тварь Совокупно стинает И мучится до ныне И не только она Но и мы сами Имея начаток духа И мы в себе стинаем Ожидая усыновления Искупления тела нашего Ибо мы спасены в надежде Надежда же, когда видит Не есть надежда Ибо если кто видит То, от чего ему и надеется Но когда надеемся того, чего не видим Тогда ожидаем в терпении Так же и дух Подкрепляет нас В немощах наших Ибо мы не знаем О чем молиться Как должно Но сам дух Ходатайствует за нас Воздыханиями неизреченными Испытующий же сердца Знает, какая мысль у духа Потому что он Ходатайствует за святых По воле Божией Притом знаем, что любящим Бога Призванным по его изволению Все содействует ко благу Ибо кого он предузнал Тем и предопределил Быть подобными образу сына своего Дабы он был Первородным между многими братьями А кого он предопределил Тех и призвал А кого призвал Тех и оправдал А кого оправдал Тех и прославил Что же сказать на это? Если Бог за нас Кто против нас Тот, который сына своего Не пощадил Но предал его за всех нас Как с ним не дарует нам И всего Кто будет обвинять Избранных Божиих Бог оправдывает их Кто осуждает Христос Иисус Умер Но и воскрес Он одесною Бога Он и ходатайствует за нас Кто отлучит нас От любви Божией Скорбь Или теснота Или гонение Или голод Или нагота Или опасность Или меч Как написано За тебя Умерщвляют нас Всякий день Считают нас За овец Обреченных на заклание Но все сие Преодолеваем Силою возлюбившего нас Ибо я уверен Что ни смерть Ни жизнь Ни ангелы Ни начало Ни силы Ни настоящее Ни будущее Ни высота Ни глубина Ни другая какая тварь Не может отлучить нас От любви Божьей Во Христе Иисусе Господе нашим А почему не скажете Аминь Да, конечно же Да, должно быть Сказано Аминь Ну, должна быть Какая-то символика Здесь Потому что это Великолепный фрагмент Сильнейший фрагмент Мы так привыкаем К некоторым Текстам Священного Писания Просто пробегаем их Не думая Мы просто уже знаем Что будет дальше Мы предвидим Следующие стихи А тут перед нами Переполненный смысл Смыслом Библейский фрагмент Здесь есть И про творение Про то, как это творение Стенает Под проклятием Которое возникло В результате греха О том, как Творение ожидает Своего обновления И знаете Ну, скажем так Я вот смотрю На Священное Писание И говорю Да, Господи Да Это истина Да, это истина И я понимаю Что так нельзя Наверное, говорить Не мне судить Что там истина Что нет Но вы понимаете Меня Так вот Меня к этому побуждает Абсолютный реализм Священного Писания Мы с вами живем В жесточайшем мире В мире страдающем В мире, в котором Немало Действительно Совершенно Негуманного Грубого В обращении Между людьми Мы порой Ведем себя Как животные Да нет Нет Хуже животных Животные все-таки Лучше ведут себя Чем мы Если вы ищете Несправедливости Страдания Жестокости Грубости То мир Всем этим Переполнен Вот просто Переполнен Его Сколько угодно Священное Писание Ничего из этого Не отрицает Есть Конечно Определенные Духовные Религиозные Традиции Которые пытаются Это отрицать Или как-то Минимизировать То есть Говорят Что Если вы будете Правильно Духовно Понимать Все это Видеть Духовными Глазами То вы поймете Что То что Кажется Злом Кажется Страданием На самом деле Таким страданием Не является Поэтому Не мучайтесь Этими вопросами А в Священном Писании Абсолютно Такой Грубый Реализм Ну Например Проповедь Которая Сейчас у нас Идет Серия проповедей На студенческих Собраниях По Книге Судей Да Сегодня у нас На собрании Была Книга Судей Четвертая Глава Замечательный Фрагмент Не правда ли Священное Писание Нигде И никогда Не преуменьшает И не обеляет Страдание И зло Страдание И зло Есть Начиная С третьей Главы Книги Бытие Оно Просто Есть Оно Представлено Послание К римлянам Восьмая Глава Конечно же Тема Все Начинается Вот с этой Жесткой Темы Потом Приходит К высшей Точке Замечательной Высшей Точке И в этой Высшей Точке Мы понимаем Что ничто Не может Нас отделить От любви Божьей Во Христе Иисусе Но Подходя К этой Мысли Апостол Павел Перечисляет Кучу Разного Зла Разных Страданий И когда мы С вами читаем Священное Писание Когда мы С вами смотрим Историю Церкви Мы понимаем Что да Многие Пророки Многие Святые Были подвержены Такой грубости Такому Страданию Они действительно Страдали Их гнали Их притесняли Но Через все это И вопреки Всему этому Бог все равно Любит нас И ничто Не может Отделить нас От любви Божьей Однако В этом Подразумевается Также признание Того Что да Жизнь может быть Весьма и весьма Суровой И избранные Божьи Часто Очень часто Должны Также страдать Послание К римлянам 8.28 Это Пожалуй Один из первых Стихов Который мы Еще в детстве Выучиваем Правда Притом Знаем Что Любящим Бога Призванным По его Изволению Все Содействует Ко благу А вот Это Его цель Его Изволение Оно ведь В следующих Стихах Буквально Что мы Преобразовывались Подобно Образу Сына Его Вот это Его цель И когда мы С вами читаем Послание к римлянам Когда мы С вами читаем Другие Библейские Фрагменты Для нас Становится Понятным Например Послание Якова В первом Послании Петра Становится Понятным Что Бог Делает Нас Подобными Иисусу Христу Через Страдания Через Гонения Если бы Я сам Придумывал Религию То я бы Такого Точно Не придумал Я бы Сразу Избавился От Страдания К счастью Я не Придумываю Религию Это не Мое Дело Так что Фрагмент Действительно Замечательный Почему Мы Сегодня Читали Восьмую Главу Послания К римлянам Мы будем Говорить Сегодня О проблеме Страдания И о том Какой вызов Эта проблема Бросает Христианскому Теизму И Священное Писание Очень много Говорит И о страдании И о зле И никогда В Священном Писании Вы не найдете Такого момента Где было бы Написано О Сейчас я По пунктам Разложу вам Что такое Страдание Вот почему Есть страдание Вот откуда Оно произошло Вот как Все это Совершится Говорит Бог Нет Вместо этого Есть какие-то Такие окошки Какие-то Такие просветы Божьей цели Это возможность Как бы Заглянуть Через окошко И здесь Перед нами Восьмая глава Это большое Такое окно В речи В Божьей цели В Ветхом Ветхом завете Аввакум В Новом завете Иакова Первое послание Петра В Ветхом завете Иоиль Но Систематического Объяснения Все же нигде нет Объяснения Где было бы написано Вот как Все это работает Так что у нас Остаются Вопросы На которые нужно Искать ответы Как с этим разобраться Как разобраться с этим Еще один комментарий Тут конечно Нам нужен взгляд веры Это перспектива Человека Который доверяет Богу Который уповает на Бога Павел пишет Под водительством Святого Духа Мы понимаем Что это так Мы понимаем Что это правильно Но Мы-то ведь с вами Ожидаем того дня Когда эта надежда Будет реализована Осуществлена И постепенно Мы все яснее И яснее видим И тогда точно Увидим А вот как это Бог Устроил Вот как все это Он устроил Мы христиане Это принимаем Мы к этому возвращаемся Когда начинаются Сложности Трудности И мы обретаем Через это утешение Обретаем через это Ободрение Такие люди Такие люди Как например Синет Армстронг Когда читают Этот фрагмент Они говорят Примерно так Ну да Это красиво Это здорово Это великолепно Только теперь Почему мне это Принимать как истину Откуда мы знаем Что это истина Как мне принимать Вот эту перспективу Вот этот взгляд И здесь как раз Вызов для христианской веры Поддержите ТВ-семинарий Молитвой и финансами Не рассчитывайте Что пожертвует Кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты Перестают существовать Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте tv-семинарий.com Ищите нас В поисковых системах По запросу ТВ-семинарий